Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Второзаконие». И сегодня мы будем читать 27 главу этой книги. Здесь две темы. Памятник из камней и жертвенник на горе Гевал, благословение на горе Горезим и проклятие на горе Гевал. И мы читаем. «И заповедовал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря, исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих». Конечно, дорогие друзья, Богу не нужны камни. И люди могут обойтись без камней, имея только свитки Торы. Зачем тогда надо было записать все заповеди на камнях? Камень — это очень твердое вещество. И этим самым надо было показать народу, что они должны проявлять твердость в деле соблюдения каждой заповеди. Ибо все заповеди писались на камнях. И заповеди, которые представляются большими, очень важными, и заповеди, которые представлялись не столь значительными и не столь важными. Но записанные все на камнях, они тем самым как бы свидетельствовали, что каждая заповедь имеет значение. Каждую заповедь мы с такой же каменной твердостью, если хотите, должны оберегать и ту, которая нам кажется важной, и ту, которая нам кажется второстепенной. Причем с древних времен знатоки Слова Божия учили, что если кому-то понятен смысл заповеди, ну, есть абсолютно понятные заповеди, там, не убивай, не прелюбодействуй и так далее, но есть заповеди, смысл которых ускользает от нас, и мы не знаем, почему и для чего Господь нам дал их. Так вот, те заповеди, смысл которых мы не понимаем, мы должны исполнять с той же твердостью и решительностью, как и те заповеди, смысл которых открыт для нас, и мы его понимаем. Далее мы читаем с 4 стиха «Когда перейдешь Иордан, поставь камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гевал, и обмажьте их известью». Поразительно то, что камни надо было поставить на горе Гевал. Гевал — это гора проклятия. Закон дан для грешников. Это очевидная истина. Но он дан не как приговор, который нависает над каждым грешником, а как указание пути, идя по которому грешник может исправиться. «И обмажьте их известью, и обмажь их известью, и устрой там жертвенник Господу Богу Твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога Твоего, и вознеси на нем все сожжения Господу Богу Твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь, и насыщайся там, и веселись пред Господом Богом Твоим, и напиши на камнях сих все слова закона сего очень явственно». А чему же можно радоваться на горе проклятия, на горе Гевал тому, что есть путь исправления? Господь дал нам свои заповеди, как Господне руководство к действию. А в Своем воплощении Христос показал исполнение этих заповедей. И силой своих страданий дает нам силу исполнять Божий закон, насколько нам это только возможно. «И сказал Моисей и священники, левиты, всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога Твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога Твоего, и исполняй все заповеди Его и постановления Его, которые заповедуют Тебе сегодня». Вот в какой день мы становимся частью народа Божия, когда берем на себя ярмо заповедей. Для нас, христиан, это прежде всего евангельские заповеди блаженств, текст Нагорной проповеди, который для нас является той святыней, когда мы берем на себя не ответственность, а скорее желание с помощью благодати Божией исполнить евангельские заповеди блаженства. Это счастливый и радостный момент, который свидетельствует о зрелости православного христианина, который готов не только читать о заповедях Христа, но и стремится их всячески исполнять. Далее говорится о благословениях на горе Горизим и проклятиях на горе Геваль. «И заповедовал Моисей народу в день тот, говоря, сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан». Надо сказать, что и до наших времен на горе Горизим свои богослужения совершают самаряне. У них есть самарянское пятикнижие, в целом схожее с еврейским пятикнижием, и там они читают Божий закон. «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан». Это Моисей сказал народу в день тот. И далее он говорит, кто станет на горе Горизим, на горе благословения. Симеон, Левий, Иуда, Иссахарь, Иосиф и Вениамин. Асии должны стоять на горе Геваль, то есть другая группа, чтобы произносить проклятия Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нафалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом. «Проклят, кто сделает из вояния или литой кумир мерзость пред Господом произведения рук художника и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет Аминь». То есть точно так. «Проклят, злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет Аминь. Проклят, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути». Тот, кто слепого сбивает с пути, это еретики, сектанты и раскольники. «И весь народ скажет Аминь. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет Аминь». Открыть край одежды отца – это эфемизм. Это значит посмотреть на наготу мачехи или собственной матери. Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего, или дочерью матери своей, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет с тещей своею, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто ляжет сестрою жены своей, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет Аминь. Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинною, и весь народ скажет Аминь. Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет аминь». Угрозы нарушителям закона эти проклятия повторялись и в Сихеме во время торжества возобновлений Завета, но об этом говорится в других частях Библии. Итак, сегодня мы с вами прочитали, рассмотрели 27 главу книги Второзакония. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз будем читать 28 главу этой книги. Берегите себя! Спаси Господь! Субтитры создавал DimaTorzok